Врагозин взял себе в зоне спецоперации позывной космос. То есть он заявил, что он побывал там на передовой и взял позывной космос. А зачем он там позывной? Он там воевать собрался на передовой. Или он приехал, взял позывной и в космос тут же улетел оттуда. Их артист. Жесткий такой, конечно. Вот пишут, что в понедельник российских авиационных и дроновых ударов по украинскому тылу было намного меньше, чем в предыдущие дни. Ракет было выпущено всего две. И вот вывод, что заканчиваются запасы. Но на самом деле это не так. Я так понимаю, что Путин баллистические ракеты малой дальности накупил у Ирана. Плюс еще беспилотников очень много накупил. Так что это просто временные затиши. Я думаю, еще полетят. Потому что он сейчас отчаянно скупает все, что можно купить по всему миру. Но своего-то нет. Представляете, каких-то шахедов смешных путинцы не наделали. Все украли вообще. Танк с табуреткой оставили. Это вообще жесть. И поехали на войну. Начали с дороги в Брянск. В Брянской области сработало взрывное устройство. АВСУА обстреляли несколько населенных пунктов в российском регионе. Это заявил белгородский губернатор Гладков. Мощный взрыв в Мелитополе. В телеграм-канале Рамсана Кадырова появилось сообщение, где он призывает стирать с земли города Украины в ответ на украинские атаки. И рассказывает про чеченцев. Нас почти миллион шестьсот тысяч. И из них хотя бы триста-четыреста тысяч могли быть добровольцами. Возраст не имеет значения. Он просто не представляет, что такое МОБ-резерв. В том числе и человеческий ресурс в МОБ-резерве. Триста-четыреста тысяч. Это, в общем, миллион шестьсот. Даже если это так и есть миллион шестьсот. В чем я сомневаюсь. Утопия. Триста-четыреста тысяч. Ну, это если никто вообще ничем не занимается. То есть, никто не работает в республике. Тогда можно четыреста тысяч собрать. Ну, потому что возьмите детей, стариков, женщин. Все. То есть, тогда нужно просто забрать всех мужиков. Независимо от возраста. И послать. Если четыреста тысяч. Это вот их такое количество, наверное, там и есть. В пекло послать. Так что. Ну, инвалидов еще там брать. Ну, и так далее. То есть, те, которые реально не могут просто в руках держать оружие. И там не останется никого. Никто там на автобусах ездит. Никто людей лечит. Никого не останется. Все пойдут воевать. Так что, как помните в Кавказской пленнице. Это волюнтаризм. Волюнтаризм прошли не выражаться. Вот такие. Ну, я понимаю, для чего это говорит Кадыр. То есть, он, помните, 25 февраля говорил о 70 тысяч чеченских силовиков. Потом вот недавно показал 20 тысяч на площади. Да. Рассказывают, что 20 тысяч воюет в Украине. Но я, честно говоря, сомневаюсь. И почему он стал так писать вот эти вещи? Наверное, потому что неудовлетворительно проходят мероприятия. Он сказал, что мобилизационных мероприятий не будет. Там в Чечне и так относительно МОП-задания. Ну, в общем, перевыполнил МОП-задание. 260 процентов дали они. Да, еще до того, как объявили мобилизацию. Так это не так, я не знаю. Я не видел ни этого МОП-задания, ни того, сколько там людей отправили. Но я понимаю, что у него там истерика уже. То есть, там все очень плохо. И если он обращается к своему народу, что вот вы такие нехорошие, не хотите идти воевать. Ну, значит, они очень сильно не хотят воевать. И там, насколько я понял, физических принуждают. И, в общем, психологическое серьезное давление угрожают и родственникам и так далее. А вот глава комитета Госдумы по обороне, такой Картопалов, заявил, что я понимаю Рамзана Ахматовича. Но он сыт, там как-то по-другому сказать. Он правильно говорит, по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО так, как привыкли. Как мы умеем это делать. Так, как нас учили великие предки. Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с нацистами. И мы победим. Представляете, что несет этот придурок? С нацистами он воюет. Пусть он мне хоть одного нациста покажет. Кроме вот себя самого. Кроме этого Картопала. Это ж лезь, конечно. Что они творят? Такую пугу говорят. Ну, на смех. Отняли бы раньше. А сейчас это все прокатывает. Какие-то украинские нацисты. Убивают тысячи людей в городах. И рассказывают о великих предках. Про то, что не воюют с мирным населением. А с кем же вы воюете, уроды? Напали на Украину. Практически сопротивления не было армейского. Воевали именно с мирным населением с самого начала. Генерал Алудинов призвал всех чеченцев. До 63-х лет пойти на специальную военную операцию. Мусульмане должны последовать совету Кадырова. Почему они должны последовать? А может, они должны последовать совету Закаева. И пойти защищать Украину. Это будет гораздо правильнее. Вот вопрос сразу же книжникам их, да? И молонам. Куда попадут люди, погибшие на этой войне? И смотря с какой стороны. Вот вопрос. Мне почему-то кажется, что вот те, которые на стороне Кадырова, точно их там в раю не ждут. Ни фига. Ну, посмотрим. Все же это уже скоро закончится. Мы все увидим, кто куда попадет. Американские чиновники рассказывают про Евгения Пригожина. Ну, это повара путинского, да? И говорят это просто великолепно. Информация о разговоре Путина с Пригожиной была столь значительной, что ее содержание включили в ежедневный брифинг разведки для Байдена. Факт жесткой критики армии пока что растет влияние Пригожиной на фоне колебаний среди сторонников войны в Москве. Это также подчеркивает шаткое положение официального военного руководства и прочее, прочее. Расчарование Пригожиной в Министерстве обороны России его растущий напряженность с Министерством обороны России, с Министром обороны Шойгу, также является предметом отдельного доклада разведки США. Можете себе представить, чем разведка США занимается? И что Байден слушает? Можете себе представить? Да ты обхохочешься, да? То есть, там какие-то ничторства, какие-то упыри, какие-то пауки в банке, которых вообще раз и нет. Они привлекают внимание. Они еще там микробиологией занимаются, в микроскоп разглядывают кого-то. Зычка Пригожина, оленеводы Шойгу. Чем они там занимаются? Они просто охренели. Я еще не удивлюсь, если они ставку сделают на Пригожина. Соединенных Штатов сейчас вот этот Байден посидит, требуют почистить, скажут, а что, давайте его там продвинем на преемник-то. А поможем ему нормально. Договоритесь с ним, с Пригожим. Он там вменяемый, не такой, как Путин. Я не удивлюсь. Я уже ничему не удивлюсь, честно я вам скажу. Жесть просто, конечно. Они там... Не, я понимаю, что это дело разведки, получать такие сведения. Ну, президент-то это нахера? Пригожина проверка информацию о жалобах Путина на командующих этим СВО. Слава, местная администрация просит предпринимателей помогать ЧВК Вакнер деньгами. Ну, понятно, что это форма крыши. Сейчас Пригожин будет крышевать. Он бандюк, и он понимает, что сейчас самое время начать заниматься крышеванием. Сейчас всем администраторам скажут, надо крышевать, платить Вагнеру. И все будут со всех предпринимателей собирать. То есть, как в 90-е годы за крышу платили, будут платить Пригожину. Это его мечта. Представляете, вся Россия может начать ему платить за крышу. Это, вот, 5 баллов.